Уважаемые студенты четвертого курса, мы продолжаем изучение курса Академическое письмо. Сегодня у нас четвертая видео лекция и тема этой лекции Принципы конспектирования и типы конспектов. Мы сегодня рассмотрим три вопроса. Первый. Основные принципы конспектирования. Второй. Типы конспектов. И третий. Роль конспектирования в работе с источниками и литературой в процессе исследования. Литературу к теме я дам в конце. И контрольные вопросы тоже. Итак, начнем. В русском языке немало слов, корень которых начинается со слога кон. Например, контекст, конспект, конверт, концепция и другие. В этих словах кон несет смысл сжатия, сближения, срезоточения чего-то в чем-то. Вот это кон означает начало, предел, сужение пространства действия. В этом сужении, предельном сокращении, свертывании информации и заключен главный смысл конспекта. Конспект определяется как краткое изложение, запись какого-либо сочинения, лекции, речи. Итак, конспект это сокращенная запись информации. В конспекте, как и в тезисах, должны быть отражены основные положения текста, которые при необходимости дополняются, аргументируются, иллюстрируются одним или двумя самыми яркими и в то же время краткими примерами. Конспект может быть кратким или подробным. Вы можете сохранить без изменения предложение конспектированного текста или использовать другие, более сжатые формулировки. Для чего нужен конспект? Итак, конспект нужен для того, чтобы Научиться перерабатывать любую информацию, передавая ее в сокращенном виде. Выделить в письменном тексте самое необходимое и нужное для решения учебной или исследовательской задачи. Создать модель проблемы, понятийную или структурную. Упростить запоминание текста, облегчить обладение специальными терминами. И, наконец, накопить информацию для написания более сложной работы. Доклада, реферата, курсовой или дипломной работы. Итак, конспектирование является одним из эффективных способов сохранения основного содержания прочитанного текста. Вы уже знаете, что и тезисы помогают сохранять основное содержание текста. Вот различия между тезисами и конспектом мы с вами разберем в ходе семинарского занятия. Поскольку я вам предоставлю таблицу и мы будем работать по этой таблице. Слева будут написаны тезисы. Это, кстати, вертикальные клонки. Справа конспект. И у нас будут рассматриваться положения о различиях между тезисами и конспектами. А сейчас на лекции мы этому внимания уделять не будем. Оставим этот вопрос на семинарское занятие. Теперь поговорим о типах конспектов. Ну что вроде как бы чербиоты конспектируют, да? Какие могут быть типы? На самом деле нет. Различают целых четыре типа конспектов. Плановый, тематический, текстуальный и свободный. Плановый конспект составляется на основе плана статьи или книги. Каждому пункту плана соответствует определенная часть конспекта. Тематический конспект составляется на основе ряда источников и представляет собой более исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Текстуальный конспект состоит в основном из цитат статьи или книги. И, наконец, свободный конспект включает в себя выписки, цитаты и тезисы. Очень важно усвоить правила конспектирования. Ну, во-первых, рекомендую сделать в тетради для конспектов широкие поля. Во-вторых, написать исходные данные источника, конспект которого будет составляться. Иногда студенты забывают это сделать и потом не помнят, откуда они конспектировали, каков первоисточник, да, так сказать, на что потом ссылаться-то. Третье. Нужно прочитать весь текст или его фрагмент, параграф, главу. В-четвертых, выделить информативные центры внимательно прочитанного текста. Пятое. Придумать главные положения, сформулировав их своими словами и записать. Следующее. Подтвердить отдельные положения цитатами или примерами из текста. Дальше. Можно выделять фрагменты текста, подчеркивать главную мысль, ключевые слова, используя в том числе разные цвета маркеров. Еще можно активно использовать поля конспекта. Можно и нужные, я бы сказал. На полях можно записывать цифры, даты, место событий, незнакомые слова, возникающие в ходе чтения, возникающие в ходе чтения, вопросы, дополнения из выступлений сокурсников или лекторов. Выводы, дополнения преподавателя. Кроме того, на полях проставляются знаки, позволяющие быстро сориентироваться в тексте. Например, восклицательный знак. Это может означать, что это важно, допустим. Знак вопроса. Соответственно, сомнение, вопрос. Буквы латинские NB, это по латыни notabene. Notabene, это, переводив дословно, с латыни «будь внимателен». Это важный теоретический материал, допустим, на который нужно обратить внимание. Всем известна аббревиатура PS, подскрипт, то есть это приписка, написанная после основы конспекта или текста. Наконец, еще пара пунктов. Итак, важно вносить конспект во время семинарских занятий, исправления и уточнения. И еще один важный момент. Объем конспекта не должен превышать одну треть от исходного текста. И мы переходим к третьему вопросу. Это важность конспекта для успешной учебы. Казалось бы, зачем в наше время вести конспекты? Ведь всю информацию можно получить из учебников или найти на просторах интернета. Но поймите, уважаемые студенты, прочитать это не значит запомнить. Понимаете? Дело в том, что студент, вот только что прочтя материал, ну, естественно, помнит. Но вспомнит ли он о том, что он прочитал сейчас, допустим, через неделю, через месяц, через 4 месяца, в конце концов. Такова длина семестра у нас. Понимаете? Я давно уже преподаю и неоднократно сталкивался с тем, что студенты не умеют транспектировать. То есть ты читаешь в аудитории лекцию, и некоторые пишут, некоторые много пишут практически все, каждое слово, так сказать, записывается. Некоторые пишут тезисно, а некоторые не пишут вообще. Вот подходишь к такому студенту и спрашиваешь, а, собственно говоря, почему, молодой человек, вы не пишете? Он говорит, а зачем писать? Я все помню. Ну, естественно, он помнит, ну, что он услышал что-то от лектора, там, 5 минут назад, 3-10 минут назад. Но эта память у него же не может сохраняться, вот, как бы, вот такой свежий, постоянно. Он выйдет из этой аудитории, пойдет в другую. Там ему другой лектор будет читать лекцию совершенно на другую тему, и даже, собственно говоря, по другому предмету. Потом будет следующая лекция, потом будет еще какое-нибудь занятие. Потом он нужно будет читать одну книжку в библиотеке, там, какую-нибудь статью. И вот это то, что ему казалось, что он все это блестяще помнит, он забудет. Забудет, ну, через 2 дня, через 4, через неделю, через месяц. А нужно будет вспомнить перед экзаменом, перед рубежным контролем, понимаете? То есть, поймите, прочитать не значит запомнить, услышать не значит запомнить, понимаете? То есть, должны быть какие-то, вот, как говорил знаменитый педагог Шаталин, опорные сигналы. То есть, конспект, это есть опорный сигнал. То есть, вот краткие тезисы. Вот здесь, как раз-таки, встретив знакомые какие-то тезисы, вот студент и получает такой стесообразный ключочек в память, за который вытаскивает, как бы, да, вот эту основную информацию, которая была получена на лекции. Самостоятельное составление конспекта помогает перевести прочитанный материал из краткосрочной памяти в долгосрочную. Вот я вам только что говорил, я называл эту память свежей, на самом деле можно ее называть краткосрочной. То есть, то, что ты услышал или прочитал совсем недавно. Так вот, важно, чтобы то, что ты недавно, так сказать, видел, слышал, ты мог потом это использовать, вспомнить, применить. Это и есть перевод материала из краткосрочной памяти в долгосрочную. что часто у студентов не срабатывает. Вот сколько раз вы ловили себя на мысли, что я же это знал, я же это вот недавно встречал, или когда-то встречал. Ну да, когда-то знал, когда-то встречал. А извлечь из памяти, перевести из той срочной памяти в эту долгосрочную, и тем более применить, не получается. И это очень плохо на самом деле. То есть человек должен уметь использовать рационально все накопленное знание. Потому что это и есть наш интеллектуальный потенциал, наше интеллектуальное богатство, наше отличие образованных людей от не очень образованных. Так вот, кроме того, чему помогает конспектирование? Систематизировать информацию и раскладывать ее по полочкам. То есть изучая конспект, ты вспоминаешь то, что было, и можешь осмыслить еще раз. Вспомнить, так сказать, да, систематизировать, систематизировать, разложить ее, так сказать, логически, последовательно, структурно и так далее. Мыслить логически, я уже об этом говорил, да, очень важный элемент. То есть конспектирование помогает мыслить логически. И еще выделять главное и второстепенное. Безусловно. Если это вошло в конспект лекции или в конспект, допустим, какой-либо работы письменной и так далее, значит, это важно, да? Значит, вы же обратили на это внимание. То есть вы когда впервые читаете текст или слушаете лекции, вы понимаете, что есть какие-то вещи важные, а есть вещи какие-то, ну, скажем так, менее важные, да, или проходные, скажем так, да? Вот, соответственно, то, что важно, нужно вносить в конспект. Он потом, кстати, вам поможет более глубоко разобраться в той или иной теме. Еще важный момент. Различают несколько типов конспектов, где каждый из них предназначен для определенной области или вида работы. Поэтому необходимо их различать и знать, где лучше использовать, а также научиться красиво оформлять конспекты. Я бы сказал, не красиво, скорее, а, наверное, как-то функционально, да, так, чтобы вам это подходило, чтобы вы потом могли как раз таки извлечь нужную для себя информацию из того или иного конспекта. Итак, план-конспект. Вы наслышали такое словосочетание. Этот конспект составляется на основе уже данного или самостоятельно составленного плана, разделенного на пункты и подпункты. Остается только под каждым из заголовков кратко записать раскрывающую его информацию. План-конспект имеет свои преимущества. Помогает мыслить последовательно, выделять самое главное, разбивать информацию на несколько частей. Он удобен для записи лекций, если преподаватель заранее дает план. Также помогает эффективно готовиться к экзаменам. Вы можете смотреть на заголовки и по памяти вспоминать и рассказывать их содержание. Ну и, наконец, конспект лекции. В конспекте лекции нужно наиболее точно и полно раскрыть главные идеи, передаваемые лектором. Для этого нужно уметь выделять ключевые моменты, анализировать информацию, отсекать все лишнее и быстро записывать. В основном конспект лекции представляет последовательную запись того, о чем рассказывал лектор, так как на составление четкого плана и подробного просто не остается времени. Итак, по поводу быстро записывать. Вы можете придумать для себя какие-то знаки, символы, которые помогут вам гораздо быстрее записать для начала, а потом прочесть и понять текст какой-либо. На этом, кстати, основано стенографирование. Вы знаете, да, что раньше, когда и не было компьютеров, то запись каких-то официальных бесед, речей, выступлений, так сказать, на каких-нибудь там форумах, пленумах и так далее вели стенографисты. Или стенографистки, да, чаще всего. Так вот, стенография – это система каких-то символов, понимаете? То есть, допустим, ну, слово «который» можно обозначить, допустим, вот таким знаком, да? А вот. Там, допустим, объем можно, допустим, обозначить вот таким знаком, да? А вот, допустим, период можно обозначить вот таким знаком и так далее. То есть, понимаете, да? То есть, когда вместо целого слова употребляется просто какой-либо символ. И так гораздо быстрее и удобнее получается, так сказать, вам нужно просто для себя такую систему символов выработать и, соответственно, так сказать, ими пользоваться. Ну, поскольку я знаю английский, допустим, я иногда что-то конспектирую, где-то вставляю английские фразы, они, как правило, более короткие, чем русские. И мы подходим к концовке лекции, значит, что я могу порекомендовать из литературы. Это работа Баяхметовой и Дусенбиной «Академическое письмо. Язык и стиль академического письма». Это работа Кувшинской, Зевахиной, Хапкина и Гордиенко «Академическое письмо. От исследования к тексту». Это работа Семушина «Письменная и устная коммуникация. Учебное пособие». И вот новая абсолютно работа, новожилово-воровщиков Тавари, «Как корректно провести учебное исследование от замысла к открытию». Очень ценно интересная книжка из Новомоскве в 2008 году. Теперь вопросы на закрепление. Первый. Что означает понятие конспект? Второй. Какие основные принципы конспектирования вам известны? Третий. Каковы бывают типы конспектов? Четвертый. Почему важно конспектировать фрикционные материалы? И какова по вашему роли конспектирование в работе с источниками литературы в процессе исследования?